всем привет долгожданный анбоксинг распаковка ту винтовка про которую уже давно говорилось которую я давно хотел но вот наконец-то уладились все вопросы связанные с документальным оформлением я ее забрал в магазине и сегодня показываю вам винтовка от компании кольт вернее вернее так это все сделано чудо сделано в германии компании вальтер по лицензии компании кольт и здесь все авторские права все очень лицензионно все это дело соблюдается сейчас я открою а потом маркировку на коробочке покажу отдельно и так простая картонная коробка ничем не примечательная коробка коробка здесь у нас такая проставочка здесь вуаля вуаля здесь у нас лежит винтовочка которая называется кольт м4 карбайн в карибы в калибре 22 лр то есть мелкашка извлекаем собственно говоря сама винтовка здесь у нас пристегнутый 10 зарядный магазин здесь у нас тоже 10 зарядный магазин но есть все собственно говоря а нет не все здесь у нас вот такой вот ключ шестигранник вот такой вот рожок и маленький шестигранник я не знаю если честно номеров и даже если честно даже не разбирался для чего они нужны вот здесь еще была такая простенькая инструкция по эксплуатации сейчас покажу собственно user manual к этой винтовки safety and operation instruction вот на нескольких языках в том числе английский немецкий французский и еще там чего-то вот кратенько про органы управления как управлять винтовкой какие аксессуары не положено какие виды бывают взрыв схемы нам чем обычная инструкция ничего такого особо интересного здесь нет а вот дальше винтовочка значит история винтовки это такова компания кольт продала компании вальтер права на изготовление вот собственно для своей винтовки ар-15 армалайтовской вот для изготовления ее копии компании вальтер карибли . 22 лр и собственно я компания вальтер не применила этим воспользоваться они очень так это живенько выпускают эти винтовочки вот пользуются довольно таки хорошим спросом как мне сказали в магазине кроме вот этой модели это m4 carbine есть еще несколько моделей но если мы вот так вот откроем давайте на английском инструкцию то увидим вот четыре модификации этой винтовки которая делает компания вальтер это m4 carbine это m16 rifle это м4 упс и это м16 спр они все отличаются навесным оборудованием емкостью магазина наличием рукоятки для переноски прицельными распособлениями и длиной ствола это вариант который мне показался наиболее интересным почему и для чего спросите вы меня почему винтовка в мелкашечном 22 калибре постараюсь прояснить этот вопрос во первых я собираюсь двигаться в этом направлении я хочу заняться практической стрельбой из карабина из грязного карабина и в этом случае собственно говоря есть как мне кажется два видения этой проблемы это m16 подобные винтовки и штерман лихер аук вот на сегодняшний день мне больше нравится вариант именно с м16 так вот в украине дело в том что винтовок на платформе м16 продается несколько разнообразных видов от различных производителей понятно что эта винтовка в 22 калибре для спорта не предназначена но перед тем как покупать м16 или вернее винтовку на платформе м16 в родном 223 калибре мне все-таки хотелось бы бюджетно понять устраивает она меня или нет подходит она мне или нет нравится ли мне ее эргономика органы управления и так далее и немаловажные значения именно в этом спортивном направлении использование м16 как для меня является именно тюнинг винтовки так вот речь о том что вот это вот вот это вот винтовочка вот эта мелкашечка как мне кажется вполне даст представление о взрослой 223 м16 кроме того она полностью совместима с м16 по цевью по пистолетной рукоятке и по телескопическому прикладу кроме того она полностью совместима по прицельным приспособлениям она полностью совместима по эргономике по органам управления кроме некоторых нюансов то есть чему я это веду а все очень просто дело в том что вот на вот этой вот бюджетной винтовки в 22 калибре я хотел бы отработать навыки работы со взрослым калибром и хотел бы отработать вопросы тюнинга то есть в принципе покупая не очень дорогие какие-то комплектующие а в этом калибре 22 пойдут даже комплектующие из страйкбольного оружия да то есть те которые не предназначены для высоких нагрузок вот то таким вот образом идя бюджетным путем я смогу как мне кажется из этой м16 сделать то что мне нужно то что мне хочется поэкспериментировать и прийти к тому той конфигурации оружия которое мне будет интересно и удобно по мотивации пожалуй все ну вот если какие вопросы будут спрашивайте по возможности в коментах отвечу теперь собственно говоря по самой винтовки здесь у нас клейм очки здесь у нас тоже клейм по органам управления то что касается совместимости с оригинальным 16 пистолетная рукоятка пусковой крючок двухпозиционный предохранитель в этом положении предохранитель включен в этом выключен с обратной стороны индикатор предохранителя вот здесь у нас кнопка выброса магазина здесь у нас досылатель затвора здесь у нас то есть до сего момента все в точности как взрослой м16 223 колитв рукоятка для переноски она здесь закреплена не жестко она стоит на планке вивера то есть ее можно снять и использовать винтовку с установленными прицельными приспособлениями например коллиматорный прицел здесь у нас пятипозиционный телескопический приклад все очень традиционно для м16 здесь съемное цевьё и если мы его снимем то видим что от м16 223 калибре она отличается отсутствием газоотвода здесь нету газоотводного механизма автоматика винтовки работает по принципу отвода по принципу свободного затвора запирание канала ствола во время выстрела происходится этим самым тяжелым затвором посмотрим что у нас здесь здесь у нас рукояточка взведения ставлю на затворную задержку без магазина винтовка на затворной задержке здесь мы видим казенную часть ствола патронник здесь мы видим затвор то есть вот на первый взгляд тут взрослая м16 вообще никаких отличий нету все очень очень правдоподобно выглядит далее далее магазин кнопка извлечения магазина все точно как в м16 другими словами за очень очень вменяемые деньги мы получим получить такой конструктор на котором можем вешать необходимое нам оборудование необходимое дополнительное оборудование необходимое прицельное приспособление тюнинг какой угодно и ну и так далее рукоятка для переноса здесь же перекидной диоптический прицел ну на самом деле у нее это не диоптический прицел просто так принято называть для стрельбы по дальним целям для стрельбы по ближним целям настройка по вертикали настройка по горизонтали отверстия для косой планки для крепления планки вивера сверху рукоятки вот такая вот винтовочка вот такой вот интересной конфигурации это я думаю будет первое видео из целой серии видео посвященных этой винтовки ее дальнейшему тюнингу я думаю здесь будет о чем поговорить стрельбы обязательно будут присутствовать вот обязательно отстреляю винтовку на точность кучность попробую различные боеприпасы с ней использовать пока я вот немножко в такой эйфории нахожусь классная такая игруха за очень такие вменяемые скажем так деньги почему бы и нет мне пока очень все нравится если есть вопросы прошу в комментарии тема активно обсуждается за всем спасибо всем пока и